Аватар Глачоза! Сюда! На тебе витаминку. Примите, пожалуйста. Руки трясутся до сих пор, да? Очень. Ходят ходуном. Ходуном. Понятно, не действует на вас пока что. Ни хуя. Вот лечишь меня, лечишь, а водка дешевле не становится, ни хуя. Вот что надо пить. Хороший напиток. А что же вы там, доктор, пьете-то? Часть с лимоном. Успокаивает нервы, продает сил. Витаминки тоже иногда. Витаминки роганин, я так понимаю. Не сильно, да. Роганин, да? Сегодня, да. Сегодня пока прием ограничен. И сколько в день надо таких витаминок съесть? Одно утром, одно вечером средняя доза. При сложных случаях можно по две перед завтраком, перед обедом, перед ужином. Ну а есть какие-нибудь пациенты, у которых ваша метода прошла нормальная? Есть. Выздоровевшие есть? Имена не буду говорить. Или вы просто личное кладбище свое расширили? Подожди, как же это сказать-то хоть? Их имена слишком известны, чтобы их употреблять. Или как там говорили в этом. Иван Васильевич меняет профессию. Ага. Семен находит слухи, что вы сами подвержены алкоголизму. Правда? Нет, это слухи не имеет по собой никаких оснований. То есть вы излечились полностью? Это злые языки. Это злые языки, да. Это злые языки. Я не особо и не болен. Семен на спорте, блин. Я на спорте, да. Сейчас, кстати, всем рекомендую бег. Бег его мозги освежает. Я сам бегаю. Ну, стараюсь бегать. Я тоже по утрам бегаю. Ну, ты понятно. К бабке, блин. По чем? По 100 рублей. По 100 рублей? Да. Вонючая. Кирюшечка, блин. Кирюшечка. У меня один друг, кстати. Ну, не друг, знакомый. Еще давно умер. Лет, наверное, 15 назад. А я что-то, блин, не метода меня не берет. Ни смерть, ни хуя, блин. Вот видите, какое состояние у пациента. Депрессивно-маниакально-алкоголический синдром. Одно слово, дурак. Ну, вот он сам себя... Самокритичен, да. Слишком самокритичен. Он свою личность, свою за счет алкоголизма принижает все ниже и ниже. И сколько вот последний раз у вашего пациента длился запой? У этого? Да. Сколько это заходило? С 12 июня. Ой, это очень долго. Да? Да. Ну, как жена ушла, так вот и длился. А почему жены уходят? Из алкоголизма. Да не только. Принимали бы жены, например, таблеточки успокаивающие. Да, да, да. Им длился нехорошо. Им другие таблеточки в лупизол, целокаламин, блядь. А ни одного пациента, излечившегося, никто не видел. Ну, я опять же говорю, что эти люди слишком известны, чтобы имена их объявлять во всеуслушание. Вот так вот. Так, давайте о серьезном поговорим. Давайте, да. С чем она проявляется? Ну, в Беларуси, вот, например, люди с похмелья вышли на улицы. С похмелья? А водки нет. В Хабаровске. А что там в Хабаровске? Да тоже вот водки нет. Ну, если честно, я не слежу за ситуацией в мире, за политической. Я от нее отключился. И всем советую, кстати. То есть, как вам сказать? Что делать? Что делать? Не следи за ситуацией политической. Надо следить за тем, за что ты можешь влиять. То есть, ты можешь повлиять на политическую ситуацию? Каким образом? Одним образом. Сейчас скажу, каким образом. Ты можешь отучиться, избраться в депутаты, выдвинуться в президенты и стать президентом. И потом уже, как бы, вот, это единственный путь. Ну, а вы будете баллотироваться в Горсоветы? Ну, пока что нет. От партии кого-то? Я пока не готов. Докторов России? Нет, пока я не готов. Как бы. А так, вот, всем советую. Что? Ну, вот, политическая ситуация в Беларуси, там, восстание, да, идет. Ну, тут двоякая ситуация. То есть, смотрите. Как сказать, да? Либо мы отпускаем Беларуси, либо мы ее... То есть, там тоже неизвестно, из-за чего волнение. Мы можем отпустить Беларусь, да, там, Лукашенко может уйти. Ну, а там, опять же, та же ситуация, что в Украине будет. То есть, англосаксы никогда не дадут жить спокойно России. Ну, никогда. Так всегда было на протяжении всех веков. Ну, всегда, постоянно. Да там, вроде, Польша с Литвой что-то летит. Какая раз все это про американские... Это всем уже известно про американская политика. Обама виноват. Кто? Обама. Да, Обама уже давно. Не виноват. Мне кажется, да, президенты особо в Америке. Есть какие-то, какие-то, ну, теории заговора, да. Ну, а что вы вот знаете про президента Трампа? Блин, ну, если честно, мне вот, например, он нравится. Он чисто вот делает дела. Свои причем. Все в мире делают свои дела. Вот надо на этом, как бы, и... Надо на этом... Свои личные дела. Свои личные дела, да. То есть, он бизнесмен. Он делает бизнес. Все. Ему остальное по херу. Ну, реально. И жена у него тоже. Жена у него такая хорошая, да. Из плейбоя модель. Ну, чем плохо? Все как вы любите, доктор. Я знаю. Бизнес – это круто. То есть, американцы, они бизнесмены. У них просто другой менталитет, скажем так. Если бы Трамп бы рэп зачитал, бы ты бы, наверное, вообще от него зафанател. Был бы ярым фанатом. Я, кстати, видел, когда там, ну, недавно особо не слежу, говорю опять же за политикой. Ну, дрампинг гитарей играл, что-то там в детстве такой. Ну, чувак, он деятельный парень такой. Приходит, и ему пофигу на все, понимаешь? Так не знаю, Семен, вы шпион американский. Нет, это неправда. А почему вы так восхищаетесь? Вы не патриот. Нет, подожди. Я самый, как раз, патриот. Я же тебе сразу объяснил политику то, что англосаксы подминают весь мир под себя. И они же его подняли. А почему ты русских не хочешь привести деятелей политических? Что я? Я пока не все. На которого нужно равняться. Давай, давай. Я только за. Что, давай, давай. Нет, подожди, ты хочешь… А, на кого-то… На Путину надо равняться. На Путина? Хорошо. Ну, по-твоему, чем хорош Путин? Ну, в хоккей играет по ночам. Не хватает сил в страну управлять, в хоккей играть, и там, не знаю, на что еще не хватает. Деньги зарабатывать, ну, ничего, нормально. Просто пойми, нет справедливости в мире. Ее не будет никогда. И не было, по большому счету. Где справедливость? Каждый под себя. Каждый к условиям приспосабливается. Кто не приспособился, тот выкинут за борт естественного отбора. Все. Вот это так жизнь устроена. Вот я вам пообъясняю, самый лучший рецепт жизни. Так, ладно. А, видишь, сразу – ладно. Как только я начал правильные вещи говорить, ты меня затыкаешь. Хорошо, продолжай. Вот ты американский шпион на самом деле. Я американский шпион, да. Вот американский шпион. Только я русским людям начинаю говорить правду, открывать глаза на реальность. Как у Жириновского, кстати. И, кстати… Вы как к Жириновскому, Семену, относитесь? Тоже бизнесмен хороший еще. Нормальный. Блин, хорошо. Смотри, смотри. Ну, так оно и есть. По большому счету. Слушай, ты какой-то теневой прям воротил. Получается, ты с пациентов только деньги какие-то берешь и все. В какой-то мере, да. А вот они как пили, так и пьют. Я им даю надежду. Это самое главное. Надежда умирает последней. Понимаешь? А надежда – это главное за то, что может человеку цепиться. Вот врач, видишь, цепляется надежду. Вот. Посмотри на его счастливое лицо. Юра, ты три года лечишься у Семена. И как вот свои ощущения-то скажи? Замечательно. Особенно, когда с утра по 100 рублей. Весело. Ты доволен? Да, доволен. Водка вкуснее становится. Как же таблетки он тебе дает? Какой-то азверин, не знаю. А когда тебе рогана в пятки раздробил, ты не обиделся? Это не он раздробил. Не он раздробил. Это слухи. Это слухи. Спасибо. Спасибо.